Мы находимся в эфире, добрый вечер, добрый день, где бы вы ни находились, это ютуб-канал Евгения Альбац и портал The New Times, я Евгений Альбац, я в Москве, это итоги недели, которую сегодня мы будем подводить вместе с Леонидом Невзлиным, Леонид Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Альбац, здравствуйте. Ясным предпринимателем, когда-то совладельцем нефтяной компании ЮКОС, одно время он был даже одним из руководителей ТАСС и даже ректором Российского государственного гуманитарного университета, я все помню. Российское государство осудило Невзлино, как, собственно, по-моему, всех ЮКОСов на какое-то несметное количество лет, при этом арбитражный суд, апелляционный суд в ГАГе обязал Российскую Федерацию выплатить 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров ЮКОС, среди которых, конечно же, и нефтя. И прежде чем я начну задать вам Леонид Борисович вопросы, я напомню вам, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так работает алгоритм этого чертова Ютьюба. Если он видит, что вы ставите лайки, он дает это видео к выдаче, и тогда больше людей знает, что есть такой канал, есть такая программа, и есть такие итоги недели, которые сегодня для нас, для вас, для всех подводят Леонид Борисович Несли. Для тех, кто хочет стать спонсором канала, внизу вот есть линки на Патреон и на Бусти, это переводы в рублях. Поэтому я вам буду всем очень благодарна, и очень благодарна всем, кто поддерживает этот канал, потому что, как вы знаете, никакой монетизации больше для русскоязычных пользователей Ютьюба нет. Итак, Леонид Борисович, вот две темы больше всего обсуждались на этой неделе. Одна – это, конечно, речь президента Путина на открытии военного парада 9 мая. Ждали объявления войны в Украине, ждали всеобщей мобилизации, ждали каких-то слов о той уже колоссальной победе, которую российская армия одержала не пойми где. Ничего не произошло. Зато Путин перемешал в одном стакане Великую Отечественную войну и бойню в Украине. Кто-то написал об этом, кстати, не кто-то, а несколько человек написали об этом и в Фейсбуке, и писали об этом в Твиттере, что это последнее 9 мая. Андрей Колесников на сайте The New Times в своей колонке просто написал, что Путин лишил людей, для которых этот праздник был связан прежде всего с их близкими, с их родителями, он лишил людей вот этого дня памяти, поминовения 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот вы когда-то считались одним из лучших специалистов по пиару в городе Москве. Вот на кого рассчитана эта речь Путина? И насколько она выполнила те задачи, которые Путиным ставились? К слову, говорят, что он один из главных авторов этой речи. Ну, когда я занимался пиаром в городе Москве, это в основном было связано с бизнесом, и для этого пиара клиентура была несколько иная, все-таки приходилось все-таки работать с людьми, которые критически мыслят и воспринимают информацию критично. И, естественно, были случаи, когда приходилось работать на более широкую аудиторию, например, когда мы первые продавали публично акции банками на ТЭП, я имею в виду первые в стране, и тогда потребителям этой информации, этой рекламы, пиара были самые простые люди, которые хотели вложить свои деньги в акции, решили вложить свои деньги в акции. Или когда была ваучерная приватизация, мы агитировали за то, чтобы вкладывать ваучеры в соответствующие фонды. Это тоже были простые люди. Но я хочу сказать, что по тем временам, это было начало 90-х, да, конец 80-х, начало 90-х, мы все-таки относились к публике гораздо с большим уважением, чем Вадим Вадимович Путин относится к ней. Вот. Здесь может быть две причины. Первая причина состоит в том, что публика измельчала. Вторая причина может состоять в том, что Путин, в общем, сам человек некрупный и, собственно говоря, я имею интеллектуальный, в первую очередь. И, собственно говоря, он говорит на том языке, на котором те, с кем он говорит, хорошо его понимают и представляют. Если считать, что тот уровень поддержки, о котором говорят социологи, достаточно высокий, в том числе поддержки войны, то, значит, Путин свои цели достигает. Эти люди его слышат, эти люди ему верят, вот, и им достаточно этой речи, потому что все остальное, ему не надо подставляться, все остальное они получают от пропагандистов по этим самым центральным или, как сказать, федеральным каналам и не только. Поэтому они могут говорить что угодно, да, а Путин говорит достаточно аккуратно, округло, в общем-то, ни о чем. Вот, единственное, он задвигает одни и те же тезисы, которые хорошо вожатся на эту публику. Мы обижены, нас хотели захватить, мы всем нужны, за всем стоит вот эта вот Америка, которая всеми кукловодит и, так сказать, в первую очередь, конечно, Украиной. Вот, что еще он там говорит. Ну, в общем, все по плану, все хорошо, мы боремся с нацизмом, мы достигнем своих целей и так далее. Мне кажется, эти люди его слышат и, как бы, своих целей он достигает. То есть, с точки зрения его, как пиар-обист, я его критиковать, наверное, не могу и не буду, вернее, могу, но не буду, потому что он работает на свою аудиторию. На свою аудиторию он работает неплохо. Она соответствует ему, вот, такому, какой он есть. Вот, это не моя аудитория, это не ваша аудитория, это его аудитория. Окей, но он в этой речи, он сказал, что ополченцы Донбасса и армия России воюют на своей земле. Это, наверное, о чем-то нам должно говорить. Ведь на самом деле, вот эти даже не признанные никем, кроме Российской Федерации, ЛНР и ДНР, они занимают только маленькую часть Донецкой и Луганской областей. Там проживает в ЛНР и ДНР чуть больше половины населения этих областей. Но когда он говорит, они воюют на своей земле, а мы видим, они воюют там, на земле, которая по сию пору принадлежит Украине, то это что-то нам должно говорить? Он почему-то это говорит? Ну да, он, во-первых, вы не знаете, что ему докладывают, ну или мы можем предположить, что ему докладывают. Я думаю, что он все-таки считает, что в основном ЛНР и ДНР уже находятся в границах Луганской и Донецкой областей полностью. И, так сказать, вот это он называет нашей землей. Тогда его просто дезинформируют, потому что это не так. Потому что там идут бои, и на самом деле пока нет таких успехов, чтобы можно было заявлять, что полностью Донецкая и Луганская области находятся в руках цитата донецких ополченцев и армии России. Нельзя об этом говорить? Этого нет? Жень, вы обратили внимание, что все уважающие себя западные СМИ, когда говорят о войне, говорят про две стороны, про мнение или информацию с двух сторон, и в обоих случаях говорят, что в условиях войны информацию проверить невозможно. Поэтому я бы не стал ни под чем подписываться, кроме того, что если были такие цели, то они без сомнения не захватить эти две области полностью, ну и еще Херсон и Николаев, то они без сомнения полностью не решены. И если бы они воевали на своей земле, то, наверное, они бы так ее не разрушали беспощадно, как они ее разрушают сейчас. Я до сих пор не вижу ответа на вопрос, почему, когда они медленно продвигаются вперед, они уничтожают все живое и неживое, весь живой фонд, всю энергетику, склады, нефтехранилище и так далее. Если они считают, что это те люди, которые хотят жить на своей земле, на российской, нероссийской, свободной, я не знаю. Но если они так считают, то зачем они лишают их условий жизни, зачем они уничтожают частные дома, огромное количество поселков и маленьких сел, оно просто уничтожено физически. Это стоят как бы скелеты зданий. Вот это мне совершенно непонятно. Как это совмещается с целью дальнейшей жизни людей на своей земле. Я не вижу логики просто в этом. Когда спрашиваешь отставных генералов, они, как спрашивала я, они отвечают следующее, что воюют так, как умеют. Что если вы посмотрите, как воевали связанные с Россией частные военные компании вроде Вагнера, ну понятно же, мы же отлично понимаем, что такие же частные военные компании, как я, императрица Китая, то они превратили в мусор Алеппо, в совершенно разбомбленный был город. Мы помним, как это происходило в Грозном. Я сама была в Грозном и в Первой войне, и во Вторую войну. Во Вторую войну это просто был Сталинград. Вот просто картинки Сталинграда, я их знаю, потому что моя мама входила с переводовыми частями в Сталинград, и картинки Грозного это было совершенно идентично. Так иначе не умеют. Ну тогда это, так сказать, воюют, как воевали во Вторую мировую войну, то есть, ну сколько это прошло, там больше 70-80 лет. Вот это многое говорит о состоянии российской армии сегодня. Как ее вооружение, так и ее управление, так и, так сказать, ее личного состава. Потому что, конечно, в наше время войны так не ведутся. Вот в этом, это лишено какого-либо смысла уничтожать жилой фонд и нежилой фонд. Я уж не говорю про людей, для которых он это все как будто бы делает. Вот. Но они тоже погибают. Ну, отблюдатели сообщают, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины продолжаются в виртуальном режиме стадо. Но аналитики говорят, что стороны собираются дожимать ситуацию военными силами. Что и Украина, и Россия считают, что у каждой из сторон есть шанс военным путем выиграть эту войну. Вот с вашей точки зрения, насколько это обосновано, исходя из того, что вы знаете, читаете, разговариваете? Да, ну, мне удается разговаривать с разными сторонами, и с моей точки зрения Россия никогда не достигнет своих целей, если эти цели захватить Украину, в ней, так сказать, установить свое правление или даже удержать большую часть территорий, как мы понимаем на сегодня, и это объявлено, это Донецкая, Луганская области, да, Херсон, Николаев и Крым, без сомнения, как минимум. Николаев еще не взят, не пугайте меня. Нет, как цели. Поэтому он еще не взят, Херсон. Я вам говорю как цели, потому что понятно, откуда такие цели ставятся, да, для, так сказать, того, чтобы, ну, Мариуполь уничтожен, для того, чтобы, так сказать, вот этот юго-восточный гонгломерат и выход к Черному морю и Крыму, и Азовское море, да, находились в российских руках. Вот даже эту цель, я думаю, они никогда не смогут выполнить. То есть теоретически они могут, наверное, пройти, но удержать они никогда не смогут. Это уже очевидно хотя бы потому, не только потому, как они идут, а потому, что теперь они сражаются не с одной Украиной, теперь они воюют со всем миром. Вот. Плюс, извините, но каждый украинский солдат стоит десяти российских, они, в отличие от российских солдат, они тренировались, готовились именно к этому. Они понимали, что будет нападение. Вот. Поэтому ВСУ порядково лучше армия, чем армия Российской Федерации. Вот. И ВСУ просто воюет лучше. Добавим теперь, что они получают достаточное количество техники. Если их огневая мощь на их рубежах будет превышать российскую огневую мощь, то пройти они никуда не смогут, а через какое-то время их начнут сгонять с этих территорий и, так сказать, возвращать себе украинские территории. Российской Федерации. Поэтому, с моей точки зрения, это займет продолжительное достаточно время, может занять. Я не верю в мирные договоры, в мирный процесс. Во всяком случае, пока жив Путин. Вот. Но я верю в то, что это победит Украина в конечном итоге, вместе со всем мировым нормальным сообществом. Вот. Но это может продолжаться долго, даже там год и больше. Вот. Но, Жень, я считаю, что, ну, если в ближайшие полтора месяца никакого перелома в пользу России не будет существенного, то будет перелом в сторону Украины, в пользу Украины. Почему тогда Путин не объявляет всеобщую мобилизацию? Ну, Путин, наверное, не объявляет всеобщую мобилизацию, потому что он очень хорошо чувствует тех людей, к которым обращается. И он понимает, что как только он объявит всеобщую мобилизацию, так он потеряет рейтинг у этих людей, доверие этих людей, потому что все эти люди готовы поддержать его, когда кто-то абстрактно там борется с какими-то нацистами и там всех убивает даже и так далее. Но никто не готов терять своих мужей, детей и как бы, если он объявит всеобщую мобилизацию, то, во-первых, начнется массовый уход от этой мобилизации, во-вторых, акции протеста и неизвестно, чем это кончится, может быть, даже достаточно быстро это плохо кончится. Поэтому, как я вижу, Путин создает ползучую такую мобилизацию, необъявленную мобилизацию через контрактную систему, как мы видим, и через будущие призывы резервистов, до которых, я думаю, недолго ждать. Это всегда было в Советском Союзе, будет и теперь. Просто более массированные призывы резервистов. Плюс не забывайте, что огромное количество живой силы у России упаковано в так называемую Российскую гвардию. Эта штука больше армии значительно, и сколько Российской гвардии он туда может еще, сколько кинул и сколько может кинуть, мы же говорим тоже о сотнях тысячах людей. В этом смысле, я думаю, он поступает для себя правильно, не объявляя мобилизацию, боясь объявить мобилизацию. – Видели ли вы сегодня заявление президента Франции Макрона, который в последние несколько дней все время настаивает на том, что надо дать возможность Путину сохранить лицо, нельзя повторить ошибки Первой мировой войны, нельзя сделать Версаль, то есть Германия Первую мировую войну проиграла войну и оказалась под страшными репарациями, и считается, что в результате этого власти в Германии пришел Гитлер и началась Вторая мировая война. Что не так, кстати говоря, есть на эту тему исследование, но неважно, это общее, так сказать, принято так считать. Но вот Макрон говорит о том, что надо дать возможность Путину сохранить лицо и какие-то оставить за ним территории. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что Макрон играет очень негативную роль весь последний период, длительный период, и в нормандском формате, и в Капараминске соглашения, и теперь особенно после того, как он перевыбрался, потому что вот у него есть такое убеждение, что агрессора можно умиротворить. Но если бы это еще было в начальной стадии, можно было бы об этом подумать. Но после того, как произошло то, что произошло, Мариуполь, Буча, то, что сейчас происходит на Азовстале, я думаю, что ни о каком умиротворении речи быть не может. Это может речь идти только о проявлении слабости и серьезных уступках. Ни на какие уступки серьезные и несерьезные Украина пойти уже не может. Да я считаю, что и мировое сообщество уже не может пойти ни на какие уступки Путину. Потому что агрессоры, они питаются такими уступками. И через год после этого будет следующая война и гораздо более плохая и более тяжелая. Поэтому я считаю, что Макрон не прав. Историю он учил плохо. Понимает он это дело плохо. И единственный способ у Европы – это дожимать Путина до поражения. Значит ли это, что удалось все-таки расколоть условный запад? С моей точки зрения эта игра Путиным проиграна. Хотя, давайте будем справедливы, он играл эту игру долго, достаточно хорошо, очень по ГБшному. И, действительно, очень много чего наколотил такого, особенно с помощью, так сказать, нескольких людей и вещей. Да, а именно Обамы, Трампа и, извините, Брексита. Да, и людей, которые этот Брексит, так сказать, организовали. И в Англии, и поддержали в Европе. Вот, но теперь максимум, что я вижу, перевыбравшийся Макрон конкурирует определенным образом за лидерство Франции в Европе. Ибо конкурировать могут только две страны – Германия и Франция между собой в нынешней Европе. И как только Шольц займет еще более жесткую, более четкую позицию, я думаю, Макрону тоже придется занять новую позицию. Я думаю, что его игра, она бесперспективна. Он тратит часы на разговоры с Путиным, после которых ничего не изменяется, ничего не улучшается. Вот, никто не освобождается, да, «Азовсталь» продолжается и так далее и тому подобное. Значит, его разговоры бессмысленны и бесполезны. Понятно, но вы полагаете, что Макрону удастся найти других союзников в Европе? Или он по-прежнему будет играть роль такого вот одиночки-умиротворителя? Ну, наверное, он не совсем одиночка, да, существуют там вечно колеблющиеся сербы, существует коррумпированный Орбан, вот, в общем-то такой же фашист, как и Путин. Существует, кто еще у нас, ну, существуют страны, которые просто как бы не хотят вмешиваться. Но после того, как и жестко изменилась позиция Италии, Австрии, Испании, да, там, после того, как Финляндия и Швеция заявили о своем намерении войти в НАТО, я думаю, что бесперспективно колоть Европу, просто бесперспективно. Вот, Европа будет едина, и покуда Путин будет действовать так, как он действует, ни о каком расколе, речи быть не может. Спасибо. Вторая тема, которая сегодня, которая очень подробно обсуждалась, во всяком случае, на моей стороне мира, это продажа банка Тинькова. И, значит, основатель этого банка господин Тиньков дал интервью известному видеоблогеру Юрию Дудю и рассказал довольно много там любопытных подробностей. Вот, прежде всего, я хотела бы вас спросить, что вы думаете? Он говорил о том, что после того, как он довольно резко высказался по поводу войны в Украине и оценил это крайне негативным образом, его партнерам в Москве поступили угрозы. Им было якобы из администрации президента сказано, что банк вообще могут национализировать. Вот я пыталась понять, а что значит, как это можно было, как российское государство могло национализировать банк? На основании чего? Что стояло за этой угрозой? Что вы скажете, Леонид Борисович? Жень, у меня есть сложная этическая проблема. Вот. Я ее буду вынужден преодолеть не в ту сторону, в которую я обычно ее преодолеваю. Вот. Тиньков вроде бы человек очень сильно больной. Вот. И, так сказать, это без сомнения могло повлиять на его психологический, психический, интеллектуальный статус. Но из-за вашего анонса мне пришлось прочитать интервью и даже просмотреть некоторые куски. И я бы сказал, как Станиславский, не верю. Я этому человеку не верю вообще. Ни одному его слову я не верю с точки зрения искренности того, что он говорит. Он мне напоминает некоторых других бизнесменов этого уровня, но я не хочу переходить на другие лица, тем более он сам их называл. Вот. Вот. Я считаю, что он поступил правильно, что он осудил войну. Он без сомнения бы потерял свою долю в банке тем или иным путем. Да. Но о какой национализации мы можем говорить? Что такое национализация, я не знаю. Вот. Как бы я помню, как у нас все забирали совсем в другие времена. Поэтому если бы хотели забрать, не предупреждали бы ни о чем. Да. Взяли бы и забрали. Сейчас бы было уголовное дело там и так далее. Ему дали продать. Это уже о многом говорит. Он говорит, что за 3%. Это проверить невозможно. Верить этому тоже невозможно. Вот. Но основная проблема – это не то, что он говорит. А понятно, что это конъюнктурно и своевременно. Да. Он говорит, в общем, какие вещи. Он осудил войну и не собирается возвращаться, и бизнес ему там не нужен. Это нормально. Да. Это понятно. Вот. Но как он это говорит? Вот это, понимаете, это человек, который, без сомнения, должен быть причислен к некой бизнес-элите или финансовой элите вот той страны, в которой я почти 20 лет не был. Вот. Но вот эта поза, эти выражения, этот вечный мат, абсолютно как бы мы с вами тоже любим материться, но материться можно по-разному, да. Это мат абсолютно натянутый, притянутый, никому не нужен. Он такой, знаете, ну, как бы сказать, площадной такой, площадная брань такая. Вот. И рисование, и обругивание политиков, обругивание других бизнесменов, навешивание ярлыков на людей, вот, таких опытов. Вот все политики там, да, там, убогие умом, или что-то типа в этом духе, или идиоты, и так далее. Вот. Вот. Ну, это просто некое шоу. Шоумен, он, видимо, неплохой. Он тоже действует на определенную аудиторию. Вот. А Дудь очень талантливо, так сказать, раздевает людей. Тут я ничего сказать не могу. Он его, так сказать, обнажил полностью, я бы сказал. Вот. И я ответил на ваш вопрос, Илья? Частично. Но, вы знаете, ну, действительно, надо сказать, что Тинько все время подчеркиваю в этом интервью, что шанс его выжить 50 на 50. У него тяжелое заболевание крови. Когда-то у нас в журнале был колумнист Антон Буслов, который писал колонки. И таким образом мы собирали ему деньги на лечение. Он, к сожалению, все равно умер. Так что это страшное, конечно, заболевание, вот эта болезнь крови. И если у человека шанс выжить 50%, то, наверное, он пытается быть в какой-то степени, ну, искренним, мне казалось бы. И второй момент, что, ну, он же говорит, он сын шахтера. То есть, да, конечно, он учился в Соединенных Штатах и получил и undergraduate, и какой-то, значит, еще степень в Соединенных Штатах. Но при этом, наверное, это тот стиль, который он принял с детства. Ну, вот о чем я вас хотела еще спросить. Тинькофф, любопытно, в этом интервью сказал, что он разговаривал с 12 из 20 самых богатых людей России, входящих в российский Форбис. Из 25, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ага, ну, возможно, я как раз ошибаюсь. И, как он сказал, все 12 в ужасе от войны. Вот, вы полагаете, что это соответствует действительности? И как вообще? Да, и следующий вопрос, когда я задам под данным же. Ну, я хочу добавить к образу Тинькова, которого я еще раз лично не знаю, поэтому у меня отношение к нему исключительно потому, что я успел посмотреть сейчас и то, что я видел раньше. Вот, я посмотрел еще его проблемы в Америке, да, и, так сказать, как человек, который немножко понимает в Америке, мне кажется, вы тоже понимаете, немножко в Америке, да, то репутационно у него все очень плохо. И то, что у него, что им так интересуются в России и слушают его так, это говорит плохо о россиянах, а не хорошо о Тинькове. Извините, все-таки он совершал серьезные достаточно преступления, да, и эта болезнь, не дай бог никому, но она, судя по всему, помогла ему, так сказать, найти такое решение, чтобы избежать уголовного наказания. Он договорился, скажем так, что тоже нечасто бывает с американской налоговой системой. Вот, если говорить про это. Если говорить про его разговоры еще с кем-то, ну, я не присутствовал, но я могу предположить, что русские списка Forbes все должны быть в ужасе от этой войны, просто все, а не там половина или нисколько, потому что она их лишила всякого нормального будущего. Никто же не предполагал себе такое будущее, что они будут не будут не крутиться там и скручиваться под Путиным и его окружением в Российской Федерации иногда, а в основном жить за рубежом с семьями и так далее. А что им придется вообще-то решать, как выживать, где выживать, да, на какие деньги, а самое главное, в каких таких третьих странах, потому что в Россию-то явно никто не захочет вернуться и не хочет вернуться. Вот, и у всех действительно большой страх, потому что все хотят, чтобы они жили хорошо, чтобы дети их учились в хороших местах, и внуки уже у многих, вот, и никто не хочет, чтобы они жили в России. Вот, даже из тех окруженцев Путина, которые пришли вместе с Путиным, они появились еще тогда во времена Ельцина, если говорить о больших бизнесменах. Вот, поэтому я считаю, что ужас у них обоснованный, и могу сказать, что сейчас плохо, но будет хуже. Будет хуже в каком смысле? Ну, просто все будет меньше щелей просто, куда можно засунуть деньги, где можно купить недвижимость, где можно держать банковские счета. Да, будет гораздо больше вопросов, и будет очень мало ответов, вот, в любой нормальной стране. Что касается ненормальных стран, то они существуют, и в Израиле есть опыт, когда некоторые люди в Намибии живут всю жизнь там, из израильтян, вот, там, или на северном Кипре, это прекрасные страны, бог с помощью. Вот, я думаю, что такая перспектива должна их ужасать. А хуже будет, да, будут закрываться всякие щели, что вы думаете, Китай, там, Сингапур или Дубай будут всегда открыты, так как сейчас нет, конечно, не будут. Говорят, что в Эмиратах сейчас, я даже знаю, назвать имена банков, ну, или, скажем так, банка, который создает целый бизнес то ли в Дубае, то ли в Эмиратах, то ли там и там, который должен помогать уходить и от санкций, и от всяких рестрикций ЦБ. Уже научились вывозить доллары из России, покупая слитки с золотом, и возят их чемоданами туда-сюда обратно. Значит, придумывают же как-то, как с этим, как быть. Не, ну, в конечном итоге, так сказать, все эти мышелопки захлопнутся, потому что сейчас, пока есть такая возможность и желание, люди зарабатывают на проблемах российских бизнесменов, да, скажем так. А потом, когда банковская система и системы контроля приведутся в порядок с мировыми, то они с удовольствием эти деньги заморозят или отберут. Вот я имею в виду, что в стратегической перспективе я не вижу у них хорошего будущего нигде. Вот, поэтому самое разумное, да, это то, что сказал Тинькофф в этом смысле, это жестко раскритиковать войну, назвать Путина военным преступником, и после этого просить о том, чтобы не было санкций или снимали санкции в каких-то условиях, это, в принципе, очень рабочая схема, это можно делать. Но для этого надо, для этого надо не быть жадным таким, как привыкли. Что вы имеете в виду? Это будет стоить много денег. Денег где, кому надо дать или что? Не поняла, объясните. Объясняю. Значит, во-первых, надо согласиться с тем, что все, что в России, будет потеряно. У некоторых бизнесменов в России огромные еще компании, огромные обороты и большое количество работающих людей, о которых они вечно говорят, что они заботятся со страшной силой и поэтому не могут сказать, что Путин там военный преступник. Есть такое лукавство, в которое никто не верит, но многие его произносят. А во-вторых, придется компенсировать потери другим, в том числе Украине. То, что сейчас замораживают деньги и собираются конфисковывать деньги, это же очевидно. Это идет уже на законодательном уровне. На будущее восстановление Украины, как ракции за разрушение страны. Да, и они будут нарастать, потому что война продолжается и убытки растут. А в другом смысле, я имею в виду, когда я говорю про жадность, можно сказать, я 10 миллионов дам, можно сказать, я дам там 100 миллионов. А может быть, надо просто отдать 90% своих денег. Причем я лично сторонник того, чтобы деньги отдавались не только в Украину, так сказать, Украина все это не съест, сколько бы ни это, сколько бы ни пришлось восстанавливать, да, это не триллион. А денег триллион, они должны будут быть возвернуты в бюджет Российской Федерации, когда она станет нормальным государством, то есть когда она будет соответствовать Конституции, законам, и там будет нормальное легитимное правительство, а не вот эта вот банда Путина. А как же, надо же и Россию восстанавливать, нет? Секундочку, секундочку. То есть вы, я правильно вас услышала, вы, Леонид Борисович Ниндзен, предлагаете забирать накопление у нынешнего российского списка Forbes и передавать в бюджет Российской Федерации? Да, я предлагаю не это. Я предлагаю, во-первых, чтобы люди передавали существенные деньги сейчас в пользу Украины, это раз. Второе, что существенная часть денег будет возвернута, я вам сказал, забрана и возвернута, или сейчас заморожена по собственной инициативе даже, и потом вернется в бюджет Российской Федерации после Путина. Когда не будет Путина, те бизнесмены, которые сейчас под санкциями, они не получат обратно свои деньги, а получат там какой-то процент, а большая часть пойдет в бюджет Российской Федерации. Да, большая часть должна вернуться в бюджет Российской Федерации, потому что это деньги, которые они заработали в преступном режиме, поддерживая преступный режим, который поддерживал их и давал им зарабатывать. Ну, как бы от этого никуда не уйти, деньги придется возвращать в бюджет Российской Федерации. Леонид Борисович, а вы вот, когда вы были еще в России, занимались бизнесом, вы знали вот Ковальчуков, Ротенбергов, вот всех этих, Тимченко, ближайшее окружение Путина, которые сейчас называют путинскими олигархами? Вы с ними были знакомы? Нет, конечно. А вообще? Вообще. То есть они были настолько несущественные в плане бизнеса, что под ногами не крутились? Ну, это люди из другого мира, просто не было никакого смысла, интереса с ними знакомиться. Некоторые из тех олигархов, которые оказались под санкциями, и в частности об этом в какой-то форме говорил и Тиньков, так вот, заявляли, что те, кто докладывает санкции на российских бизнесменов, не понимают, как устроена российская власть, и не понимают, что они богатые люди или супербогатые люди, никаким образом повлиять на власть в России, на Кремль не могут. А вы как думаете? Я так думаю, что это не имеет никакого значения, что они думают об этом и что думает об этом Запад. Почему кто-то должен думать о том, что они могут или не могут повлиять? Речь идет о том, что их санкционируют за то, что они являются кошельками преступного режима, в том числе. Еще раз, заработали деньги вместе с этим режимом, помогали этому режиму, поддерживали. Они пропустили тот момент, когда режим пошел войной в Украину, хотя с 2008 года было уже понятно, что с этим режимом надо разрывать все отношения. Но люди же сидели и прекрасно продолжали зарабатывать до 24 февраля, да и сейчас продолжают, 2022 года. Поэтому никто не должен заботиться о том, как устроена Российская Федерация, могут или не могут повлиять. Речь идет сейчас о достаточно массированных санкциях, в том числе и в большом количестве личных санкций. Речь идет о связывании денег, которые могут пойти на преступные цели, потому что это люди связаны с режимом и с ним не порвали. И еще раз вернусь, да, если бы кто-то своевременно порвал и что-то бы потерял в России, да, то с большой долей вероятности он бы не потерял ничего на Западе, да, и не получил бы санкции. Вот, это бы состояло из двух вещей, да, я, так сказать, признаю Путина военным преступником, да, я против войны, я в этом не участвую, да, и я готов, так сказать, компенсировать свою долю проблем, которые создал Путин, вот в данном случае Украине и ее народе. То есть я правильно понимаю, что дело не в том, составит олигархи заговор или не составит олигархи заговор, устроит 1964 год по типу того, как Хрущева сместил семичастность Брежнева или не устроит, а дело в том, что накладываются санкции для того, чтобы лишить финансового подпорки войне, чтобы не было денег на оплату закупки там или производства техники на оплату… На любую деятельность, связанную с деятельностью правительства Российской Федерации, раз, и в качестве наказания за предыдущие грехи, два. Понятно, хорошо, но тогда объясните мне, а тогда какая логика? Ну вот, например, председатель Совета директоров в прошлом Альфа-банка Петр Авин и, значит, совладелец или единоричный владелец Норильс Николя Потанин, как его Потанин забыл, как его зовут, извините, вдруг вылетелось, Владимир Потанин, да, они практически одинаково были близки к Владимиру Путину. И тот, и другой. Правда, Владимир Потанин почти в самом начале срока Путина сказал, что мы все тут наемные менеджеры, мы понимаем, что завтра придут, заберут, и мы все отдадим. Ну, примерно, что-то в этом роде он так сказал. Так объясните мне, почему против Авена введены санкции и против банка Авена и Фридбена введены санкции, а против Потанина не введены и Потанин покупает банк у Тинькова? Объясните, какая тут логика? Да, и не только, он еще что-то недавно купил. Логика, ну, смотрите, я не могу, так сказать, за финансовую разведку США или Европы отвечать. Я могу свою логику сказать. Вот, ну, как бы, конечно, проблема одинаковая у Потанина и у Авена состоит в том, что они оба были высокого уровня чиновниками в свое время в правительстве. Это единственное, что их объединяет. Вот, во всем остальном они не похожи все-таки. Как бы, Потанин бизнесмен совершенно другого уровня, а Авен – это просто мелкий жулик, вот, который много заработал благодаря тому, что близко подошел к Фридману и выполнял его поручения правильно. Вот, или неправильно, как теперь окажется. Значит, поэтому сравнивать их, во-первых, не надо. Во-вторых, в этой части я вам хочу сказать, что норильский никель и Потанин прямо связаны между собой, да, вот, как бы, непосредственно. И частично от санкций на Потанина спасает наличие норильского никеля. Насколько вы знаете, среди номенклатуры металлов, которые он продает, есть палладий, который, там, по-моему, 40% производства мирового палладия находится у норильского никеля, а без него, как мы знаем, очень много в электронике чего не работает, чипы не делаются и так далее. Вот. И если никель можно, как бы, восполнить без норильского никеля за более короткие сроки, то палладий труднее намного, но тоже будут этим заниматься. Плюс отдельные страны уже наложили санкции на Потанина, мне кажется, Австралия, еще кто-то, вот. То есть это просто более длинный процесс, но это тоже идет, вот. И помните, они тогда обожглись на санкциях, когда соединили Русалу и Дерипаску, да, и, так сказать, тоже были проблемы с алюминием для авиационной промышленности и так далее. Вот. Поэтому сейчас они хотят эти проблемы, видимо, избежать. Вы еще обратите внимание, существует еще более такой одиозный человек, я бы сказал, Усманов, да, который пока выкручивается тем, ну, не совсем выкручивается, но частично выкручивается. Во всяком случае, в американских санкциях я его, по-моему, не видел. Вот. Поэтому это все связано с бизнесом и необходимостью бизнеса для Запада. Вот. Люди не хотят сами себе отрезать что-то. Это, в общем, понятно. Но это произойдет. Рано или поздно это произойдет. Если идет уже речь о введении эмбарго на российскую нефть и говорят, что до конца года это эмбарго будет введено за исключением трех стран, на которых будет сделано исключение, потому что они иначе не выживут, начинают говорить и об эмбарго на российский газ, при том, что Европа колоссальным образом зависит от российского газа, то, значит, ну, очевидно совершенно, что Запад совершенно обалдевший от того, что он видит, что творится от войны, которая идет просто в Европе. Запад же привык видеть, что война где-то там, на Ближнем Востоке, там, в Африке, ну, еще там, может быть, в Латинской Америке. Но чтобы в Европе, это, конечно, после Югославии, после середины 90-х годов, это, конечно, такая эксклюзивная совершенно история. Так вот, если Запад готов идти на повышение счетов, на то, что у людей будет меньше денег, и, очевидно, совершенно политики чувствуют поддержку своего населения, которые готовы уйти, идти на эти болезненные меры, и тем не менее, то почему тогда какой-то там палладий кого-нибудь должен волновать? Потому что технологии значительно важнее, чем те ресурсы, о которых вы сказали, которые, без сомнения, присутствуют в других странах мира, но могут быть с теми или иными ценовыми изменениями, тем не менее компенсированы. Вот недавно мы все услышали, что Болгария будет получать дешевле газ из Америки, чем получала из Российской Федерации, как пример. Есть просто вещи, которые определяют развитие мира, и части из этих ресурсов находятся на территории Российской Федерации. Поэтому они не собираются, как унтер-офицерская вдова, там где-то у Христакова, у Гоголя, сама себя высекать на площади. Это русская забава, знаете, на Западе так не забавляются. В то же время Россия, так сказать, обречена на технологическое отставание, или даже назовем это словом загнивание, потому что в этой революции ей места не нашлось. Но по собственной инициативе, естественно, по инициативе Путина. Поэтому я думаю, что так. Я думаю, что энергетические ресурсы гораздо легче восполнить. Плюс есть еще другие способы восполнения, они будут развиваться. И знаете, вот так вот сказать совсем просто, но немножко более общее. Ну, в общем, за наши с вами последние несколько лет, давайте скажем, три-четыре года было два катализатора глобализации основных в мире, и технологических в развитии прорывов. Это корона и Путин. Эти два как бы негативных фактора сумели придать ускорение развитию западного мира и вообще нормального мира. И обратите внимание на то, что Китай выбирает Запад, он не выбирает Россию. Китай не собирается стагнировать, он собирается развиваться, несмотря на то, что его режим абсолютно диктаторский. Вот. Но он хочет быть среди тех стран, которые находятся как бы на передовых рубежах развития технологий, потому что технологии создают сейчас экономику. А отнюдь не нефть и газ, да, отнюдь не сырье. Вот. Поэтому для Запада, извините, что я это говорю, это огромные страдания для Украины, это большие будут страдания для российского народа, все это, конечно. Но, так сказать, для нормальных стран это очень позитивный фактор, то, что происходит и с ковидом, и с войной Украины. С ковидом вы имеете в виду то, что технология дала такой невероятный случай. Ну, конечно, посмотрите, какая экономия расходов, связанных с перемещением, и какая экономия расходов, связанных с офисными пространствами, и там, возможности работать удаленно, и так далее, и так далее. Какие возникли новые программы, и какие возникли новые инфраструктуры, насколько эффективнее стали работать технологические хай-тековские компании, и вообще, как развивается хай-тек в результате ковида, да, и какое значение имеет IT, и какие преференции во всем мире для айтишников созданы, чтобы забрать их из тех стран, в которых проблема, в частности, из Российской Федерации. Вот, поэтому вот это был ковид, и теперь Владимир Владимирович, вот этот Путин, он им помогает всячески развиваться за счет того, что гнобит Россию. Вот, по пути Украину, к сожалению, да, это уже совсем, так сказать, они в этом не виноваты, но с Украиной будет нормально, с Россией я сомневаюсь, в близкое время сомневаюсь, когда-нибудь, может быть, будет. Еще из новостей недели, пять у нас был губернатора ПАД, пять губернаторов сменилось за эти дни, и назначены были новые губернаторы. Это вообще к чему-нибудь имеет какое-то отношение? Просто очень странно, вы знаете, я поймала себя на мысли, когда я читала эти сообщения, как буквально в два дня пять губернаторов поменялось, я подумала, как странно, как вообще, о чем они там еще в администрации могут думать, кроме того, что происходит в Украине, и что происходит с санкциями в России, где вот уже начали повышать социальные налоги, и обычные граждане не замечают, а работодатели, как мы уже получили, значит, сообщение о том, что там какой-то один из страховых налогов на целый процентный пункт поднялся, ну и так далее. Я подумала, при чем тут эти губернаторы? Вот вы можете объяснить, это что такое? Зиня, помните, я хочу напомнить вам, что в вашей программе я первым сказал, что Сергей Кириенко – это преемник, да? Да, вот, и как бы вот он проявляется, он получил огромную власть сейчас из рук Путина, вот, ему еще и добавили власти. Вы имеете в виду, это власть, то, что он теперь стал Сурковым в Донбассе, что он теперь поднимает, значит, флаг на какой-то там линейке в Мариуполе? Да, но это то, что он забрал у Козы, да? Это он стал Сурков плюс Козы, а не только Сурков, вот, это да. Но я в большей степени имел в виду, что у него сейчас, после того, как он разгромил оппозицию, да, и, так сказать, предъявил себя верным слугой хорошим, да, вот ему добавили вот еще всяких таких вещей, как вот то, о чем вы говорили. Но, кроме всего прочего, он решает сейчас, кто будет губернатором, а кто не будет губернатором. И сейчас у него в руках есть большое количество рычагов, а один из важных рычагов – это политическая лояльность во время войны, да, там, а не только экономические успехи или неуспехи того или иного губернатора, да, вот, поэтому сегодня Кириенко может до единого дня выбора поменять, кого хочет на кого хочет, объявив, что эти люди будут лучше, чем те, которые были по тем или иным причинам. Наверное, на всех досье собраны, вы же не удивитесь, что на всех досье собраны, и кто-то что-то не то сказал, да, как всегда, вот, и он ставит своих людей, вот и все. Он ставит людей лояльных себе. Леонид Ильич, а какое это, к чему имеет теперь-то отношение? В конце июля, в начале июля, как сказала глава ЦБ Эльвира Набиулина, начнется, значит, структурная трансформация экономики. Я так аккуратно сказала, что запасы кончатся, и начнутся большие-большие проблемы. Эти большие-большие проблемы уже начали замечать, но пока еще только там в Москве. Машину нельзя починить там или что-то такое купить нельзя и так далее, да. По прогнозам, по тому, что говорят экономисты на этом же канале, те, кто, вы можете послушать, там об этом говорил Андрей Нечаев, Бутрин, Вьюгин, Гуриев и так далее. Ситуация будет совершенно катастрофическая. И что вам эти губернаторы? Какая вам разница, лояльные или лояльные? Ну, о чем вы говорите? Во-первых, есть базовая, да, лояльность таковая, которая должна быть такой сильной, чтобы губернатор на себе держал удар населения, потому что удар населения в регионе держит не Путин, а губернатор. Поэтому там сменить какого-нибудь идиота Жвачкина в Томской области на более толкового и, так сказать, разумного, и более лояльного, я забыл там, как его фамилия, неважно, это совершенно очевидно. Странно, что таких Жвачкиных ставили, но, видимо, считали, что и они годятся. Вот, тем более Газпромовский. Вот, и вот это основное. То есть, во-первых, они получше должны быть, поумнее, пообразованнее, поопытнее, а полояльнее и больше на себе держать, уметь удар. То есть губернаторы должны быть не с народом, они должны быть против народа с Кремлем. Вот, если вы меня поняли правильно, то... Я вас поняла правильно, но вам не кажется, что вопрос-то будет к зиме не с губернаторами, а вопрос будет, насколько хватит Росгвардии и прочих силовиков для того, чтобы сдерживать протесты настроения, связанные просто с тем, что будут большие экономические проблемы. Смотрите, здесь я не берусь прогнозировать, потому что я просто не берусь прогнозировать, я не экономист, я не знаю, когда что наступит, а также я не социолог и не психолог, чтобы сказать о том, когда народ скажет, хватит, и начнется русский бунт, беспощадный и так далее. Но губернатор – это тот, кто принимает первый удар в любом случае. И первый удар случится, я не знаю, когда, но наверняка, так сказать, после единого дня голосования, там, какого-то сентября. Поэтому их надо заменить сейчас, чтобы они начали работать и выбрать вот этим числом. Вы же не сомневаетесь, что те, которых назначат, они и будут выбраны, да? Только они будут не выбраны, а не назначены. И выбраны. Выборов не было, нет и не будет. Не, ну, де юра, да, есть выборы какие-то, нет, по-моему. Я могу ошибаться, но мне кажется, есть выборы де юра. Это аккламация, знаете. Да, ну вот, я поэтому считаю, что просто они укрепляют вертикальность, вот и все. И это укрепляет, в свою очередь, позиции Кириенко. Да, без сомнения, потому что он берет на себя больше ответственности, вот, и, так сказать, с одной стороны, с другой стороны, у него неограниченные возможности практически в управлении, вот, всем. Леонид Борисович, ну вот не могу вас не спросить. Вот вы знали Кириенко времен еще, так сказать, вегетарианских, президента Ельцина. Я у него дважды брала большие подробные интервью, одно еще до того, как он стал представителем правительства Российской Федерации, одно после того, как его уже уволили. И мы очень откровенно говорили. Вот у вас есть объяснение, как могла произойти такая трансформация с нестарым человеком, очевидно, с неглупым человеком, которого в Москву привел Борис Ефимович Немцов, который имел репутацию вполне либерального, так сказать, деятеля, и который сейчас стал тем, кем он стал. У вас есть объяснение, что с ним произошло? Ну, в принципе, Кириенко был не либералом в Нижегородской области, а был бизнесменом, вышедшим из комсомола, как многие, да, в наше время, но бизнесмен. Вот, и Борис Ефимович его привел, если я не ошибаюсь, к вице-премьеру тогда Альфреду Ленингольдовичу Коху для назначения, не помню, замом какого-то министерства. Министерства энергетики. Борис был министром, одновременно и вице-премьером, да. Да, потому что я помню, что этот разговор, и я помню, что тогда Кириенко на каком-то чуть ли не энергетическом банке был председателем, типа вот что-то связанное с энергетикой, и у него был опыт работы с энергетикой. Вот так это произошло. Вот, а, так сказать, либералом, видимо, его воспринимали, потому что он выглядел интеллигентным человеком, достаточно умный, образованный, неплохо говорит. Вот, и, так сказать, не будем уподобляться Лаврову, больше я ничего говорить не буду. Вот, но, так сказать, понимаете, и поэтому он вот попал в либералы. Но это не значит, что он внутри себя был либералом. Внутри себя он был карьеристом. Он карьеристом и остался. И то, что он пошел с Путиным и дошел с Путиным до конца, для меня совершенно неудивительно. У него куча оправданий внутри себя этого. Я думаю, что он себе все простил и все разрешил. Он просто, конечно, опозорился с этой бабушкой, с памятником бабушкой Ивановой, но это, так сказать, бывает спешка по неопытности. Он еще не один раз опозорится, когда будет делать этот Путлер-Югендес разные, там пионерии всякие, там пойдут сейчас. Это все будет на нем. Это все будет позорище, но он готов с этим жить и работать. У него нет другого варианта. Кстати, он санкционированный, ему и деваться особо не будет. Да, но я вам честно скажу, для меня все равно это некоторый такой, я кручу все-таки, продолжая крутить голову, то человек, с которым я подробнейшим образом разговаривала, мне казалось, что у него какие-то были выстроенные, какие-то нравственные правила. Мне казалось, но понятно, что... Ну, тогда было прилично их иметь, и необходимо тогда... Мы строили демократию, если вы помните. Да, и тогда надо было быть и демократом, и либералом, и как бы рыночником, что самое главное. Ну, а сейчас другие. Поэтому, я думаю, он просто карьерист профессиональный, достаточно работящий, выстроил кадровую систему, которая там хоть какая-то появилась, да, никакой не было. Единственная проблема у этих бедных ребят, которые проходят лидерские школы и все прочее, то зачем они им нужны, когда они, как в Советском Союзе, сейчас упрутся в дедов, которые никуда не уйдут еще 20 лет, например, условно, да. И все их прекрасные образовательные и административные навыки коту под хвост. Он же назначает и губернаторов, которым и по 30 плюс лет всего, да, и дальше все, куда им дальше двигаться. Конец карьеры. Ну вот. Нам надо уже завершать, но прежде всего я не могу вас не спросить о скандале, который сручился не на этой неделе, а на предыдущей, связанной с этим заявлением антисемитским Лавровым и потом сообщением о том, что Путин, когда звонил премьер-министру Беннету, премьер-министру Израиля Беннету, и в связи с Днем независимости Израиля, он извинился перед ним за слова своего министра иностранных дел. Но ни в российских пропагандистских медиа, ни на сайте Кремля ничего про это нет. Вот на самом деле Путин действительно извинялся или Беннет помог ему сохранить лицо? Ну, смотрите, значит, я об этом уже говорил и как бы повторю в том смысле коротко, что это, конечно, была спецоперация. Она была вся спланирована и, без сомнения, согласована с Путиным. Вот. Никаких там лавровских этих самых инициатив в этом не было. Вот. Операция носила характер наказать, ну, даже не наказать, шугануть Израиль за то, что он стал смещать свою позицию в сторону явной поддержки Украины. Вот. И объяснить, что так себя вести не надо. Там после этого произошла встреча с Хамасом буквально на следующий день. А после этого посол в Иране сказал о том, что ничто не мешает торговле оружием с Ираном. Да. А потом было, так сказать, некое выступление вот этой барышни под кокаином. Захарова. Вы имеете в виду, наверное, нашу барышню Захарову. Да, Мария Захарова. МИДа. Да, да, да. Вот. Вот этой Марии Захаровой. Вот. Небольшая пауза. И потом к Дню независимости как раз это все. И Путин поздравляет Беннета с Днем независимости. И без сомнений извиняется за Лаврова. Потому что иного варианта, чтобы канцелярия премьер-министра отдала этот релиз у нас тут в печать, придумав это, быть не может. Это не Россия. Да, это здесь не будут врать медиа. Зачем? Это конец карьеры. Вот. Поэтому, конечно, это все так и произошло. Другое дело, что на сайте Кремля эта часть разговора была упущена. И, как вы знаете, это делается часто в разговорах, когда на сайте Кремля публикуется не то же самое, что на сайте, например, другого президента или премьер-министра другого государства. Да, потому что Путин у себя не может проявиться там извиняющимся, не дай бог, или что. Вот. На этом спецоперация закончилась. Произошло некоторое умиротворение. Об этом во многом забыли. Вот. Но запашок остался. Запашок остался. И я считаю, что это была ошибочная история. Вот. Она потом, конечно, выразилась еще в некой порте посла России в Кнессете, когда несколько депутатов выступили и объяснили, что они думают о войне в Украине, в том числе русскоязычных депутатов. Вот. И этот самый посол постановочно вышел, так сказать, из Кнессета, хлопнув дверью. Вот. И это отразилось, естественно, на том, что 9 мая, слава богу, перестало быть тем 9 маем, которым его пять лет назад сделал Путин и, так сказать, его верный друг Натаньяк. Вот. В этот раз никаких праздностей особых не было. Вот. Просто они были отменены. Вот. И Израиль себя, так сказать, ввел совершенно вольно. То есть 8 мая, понятно, это день поминовения, день капитуляции Германии, день окончания Второй мировой, ну, не Второй мировой войны, Второй мировой войны Европы, да. И 9 мая, там, пожалуйста, если кто-то из ветеранов хочет там где-то собраться, выпить, но никаких не шествий, никаких нет, не было. Был там небольшой, не в эти дни, по-моему, чуть не седьмого, был небольшой этот самый бессмертный полк где-то в районе Вифлеема под российскими и палестинскими флагами, видимо, организованной МИДом, РФ и руководством палестинской автономии. Вот. Ну и, собственно, все. Вот. На этом вся история закончилась. Я вам хочу сказать, что эффекта она не достигла. Это непонимание людей в Израиле. Это непонимание нашего отношения к антисемитским выходкам и непонимание того, что народ больше будет двигать правительство, а у нас выборы все-таки настоящие, народ больше будет двигать правительство в сторону поддержки Украины, конечно. И дальше. Леонид Борисович, ну, согласитесь, все это выглядело все-таки какая-то шизофрения. Дочь Лаврова, если мне память не изменяет, замужем за израильтянина. Да, Винокуров его фамилия, да. Да, Александр Винокуров. Человек, который, если мне память не изменяет, ходит в кипе. Значит, понимаете, значит, у него... Ну, это как-то вот... Ну, вам не кажется, что это все немножко все равно странно? Мне кажется, даже дочь Лаврова делала ги-юр, если я не ошибаюсь. Я думаю, что она еврейка. Это значит, что у него внуки евреи, да? Да, я думаю, да. Поэтому вдвойне странно, согласитесь. А помните, был такой министр иностранных дел Молот? Помню, а как же, у него жена сидела, Женевьева Молотова. Об этом Лев Иванович разгон писал в своих непридуманных рассказах. Так точно. И она была еврейкой. Да. Да? Да. А вместо Путина тогда занимал Йосиф Виссарионович Сталин. Да. Мне кажется, это аналогично, нет? Похоже. Может быть. Я думаю, что просто идет такой внутреннего врага. Понятно же, что рано или поздно власти потребуется внутренний враг. И поскольку сейчас те, кто были внутренними врагами, демонстрировались после двух чеченских войн, сейчас воюют и погибают в Украине и в Донбассе, то не исключено, что обратятся к привычному, опробованному времени, историями, истории внутреннему врагу. Вот о чем это скорее. Да, но вы совершенно правильно говорите. Только я не считаю, что это будет государственной политикой. Я считаю, что вот в данном случае Лавров, будучи министром иностранных дел, достаточно крупным чиновником, является провокатором этой ситуации. А, так сказать, достаточно сил в народе, которые с удовольствием подхватят эту идею врага. И достаточно в Думе всяких Прилепинах и прочих Мироновых, для того, чтобы, так сказать, эту идею поддержать. Поэтому, естественно, эта мысль в общество уже вкинута. И если она разродится, так сказать, антисемитизмом и даже хуже, его проявлениями тяжелыми, да, виновата будет власть, без сомнения. Вот, в этом смысле вы правы. Указание на врага произошло определенное. Вот, и мы это еще раз, мы это в Израиле прекрасно понимаем, и мы это не забываем, и мы это не прощаем. И для них это спецоперация, для нас это жизнь, как вы знаете, да, и у нас жизнь такая, да, чтобы больше никогда это не повторилось. Поэтому будем бить по сусалам, естественно, все время антисемитов всяких. Спасибо вам большое. Была ли какая-то новость, которую я пропустила, а вы хотели бы откомментировать? Сейчас я вам скажу. Ну, я хотел сказать, что важной новостью недели было то, что Сейм Литвы признала Россию террористическим государством. Вот, это как бы первая ласточка, да, но не последняя. Вот, очень плохие отношения между Россией. Да, и занижен уровень дипломатического представительства. Посол отозван, да, будет некий представитель. Вот, это первая ласточка. Я думаю, что отношения с Польшей будут еще хуже. Вот, уже есть, так сказать, первые ласточки. И в случае Польши я не исключаю, что будут прерваны дипломатические отношения рано или поздно, скорее даже рано. Я думаю, что даже по инициативе России вполне возможно. Но накал между Россией и Польшей нарастает и огромный, я хотел об этом сказать. Вот. Ну, то, что российская армия намеренно уничтожает поселы, то, что российская армия не дает вывести зерно, да, которое так нужно некоторым странам из Украины, да, и на это не реагирует, это, без сомнения, тяжелая новость. А он бьет просто в набат, что страны Африки, если мне память не изменяет, Украина поставляет 40% зерна, значит, во всем мире, да, и многие страны Африки просто зависимы, и ООН говорит о том, что может быть голод. Да, да, и о том, что может быть голод, и как раз зерно-то поступает из Украины и России в основном, да, это правильно, и они как бы украинскому зерну не дают возможность, вот, не дают возможность его вывести, потому что порты заблокированы, вы знаете, да, ну, уничтожаются элеваторы, посевы, это вы тоже знаете. Ну, и без сомнения, крупная новость, мы ее обозначали, это то, что Финляндия приняла решение вступать в НАТО. Казанье и Швеция тоже будут подавать. Да, да, но самое главное Финляндия, потому что теперь Владимир Путин, так сказать, борясь с НАТО, как бы достиг, наверное, того, чего и не мечтал. Теперь как бы северо-запад окружен просто НАТО, да, с одной стороны Балтийские страны, с другой стороны Финляндия, вот, и, так сказать, результат антинатовской политики Путина прекрасен, да, НАТО подошло совсем близко к столицам Российской Федерации, вот, с чем его и поздравляю в результате этой недели. Не начнется ли русско-финская война? Не начнется ли русско-финская война? В свое время Сталин отодвигал, как бы, границу и начал русско-финскую войну? Ну, у нас есть русско-украинская война вместо этого, она очень похожа на русско-финскую. Вот, на два фронта он воевать не сможет, в этом смысле. В любом случае, сейчас Финляндия фактически заключила соглашение, и в любом случае она будет поддержана НАТО, это то же самое, что воевать с НАТО. Поэтому преимущество того, что у него есть ядерное вооружение, а у них нет, оно уже уходит. Да, это вот с Украиной он мог поиграть в эти игры. Поэтому кондициональную, обычную войну на два фронта он проиграет моментально. Ну, и может быть, не моментальное завязание, а моментальное, очень быстро. Вот, а потом начнутся другие фронты. Если будет русско-финская война, то начнутся еще другие войны. Вы сами понимаете, что есть еще Грузия, которая так любит Путина, как трудно себе представить. И это не значит, что ситуация, которая сейчас, останется такой же навсегда, и Грузия будет, так сказать, в достаточной степени лояльна. Это не так. Изменится ситуация, и Грузия будет не лояльна, и тоже будет отвоевывать свои территории, как минимум Южную Осетию, а может, и Абхазию, и еще будет один фронт. Так что я думаю, что он натворил ошибок, которые не как итог недели, но вот как временный итог говорят о том, что он здорово сократил свой срок пребывания президентом Российской Федерации. Я, знаете, часто просыпаюсь утром и думаю, ну это же надо быть совершенно сумасшедшим. Ну худо-бедно, да, с большими проблемами, страшная коррупция, но тем не менее как-то страна развивалась. Действительно, статистика показывает, что россияне никогда не жили так хорошо, как вот в 2011-2012 году, ну вот начиная с 2014 года они стали терять по 10% доходов, но действительно страна как-то развивалась, и Украина развивалась. И вдруг взять и обрушить жизнь 190 миллионов человек. Я задаю себе все время вопрос, вот ради чего? Зачем? Ну это же психиатрия. Я только могу повторить, что это психопатия типичная. Любой психолог вам скажет, что это поведение психопата, который одержим некой маниакальной идеей, и он пытается ее добиться. Что с этим можно сделать? Пока он будет руководить Российской Федерацией, им будут такие идеи, и будут такие поступки. Я согласен с вами абсолютно иррационально для человека, который пришел в таких условиях, в такое время, что он мог быть великим реформатором, всемирно известным реформатором, который привел Россию в Трансатлантику, в Европу, в мир, сделал страну демократической, зажиточной, построил дороги, города и так далее, и тому подобное. Но вместо этого он решил воровать из дорогой нефти и газа, и не делать реформ ни одной. И вот, собственно, и все. А потом воевать, укреплять армию, воевать. Все, что он делал эти годы, абсолютно нерационально. Любой рациональный человек использовал бы эти годы прекрасного цены на нефть и газ, и другие ресурсы для того, чтобы стать исторически великим реформатором и сдвинуть страну в нужном направлении. А именно в сторону демократии, Европы и так далее, и стать полноценным членом Европы, Евросоюза, НАТО там и так далее, и так далее. Вот этот человек решил по-другому. Таков был выбор коллективного Франкенштейна, о чем я не раз говорил, вот, так называемой семьи. А именно Абрамовича, Юмашева, Яченко, Волошина и примкнувшего к ним Чубайса. Вот эти люди так решили нашу судьбу. Да, это чудовищное, конечно, развитие событий. Честно говоря, знаете, поскольку я здесь нахожусь, я периодически сажусь за руль и еду разговаривать с людьми в разные городки. Вот я об этом писала. На сайте Нью Таймс есть колонка, там она так называется, Бандаровская шавка. Меня, кстати, наградил раввин синагоги в Твери. Вот так и назвал меня, выгнав. Так вот, и понимаете, и вот я все-таки езжу, я вижу, как появились дороги. Потрясающая трасса, я до Твери долетела за два часа. Потрясающе, 130 километров скорость. Одну удовольствие ехать. А там, где, правда, трасс нет, от Твери до Серпухова пять часов, потому что ехать надо через Москву, абсурд. Но все равно появились какие-то приличные дороги, появились какие-то совершенно цивильные бензоколонки, где все есть. Вы не поверите, Леонид Борисович, чистые туалеты. Понимаете? Не поверю. Ну, поверьте мне. Чистые туалеты, что очень серьезно, все-таки говорит об изменении какого-то сознания и тех, кто там работает, тех, кто пользуются этими самыми туалетами. И города, да, конечно, все равно эти вот эти маленькие городки, они многие вполне убитые, но тем не менее я ездила, я была в этих городах в советское время. Но, конечно, это небо и земля. И люди живут небо и земля. Но только все, кому 30+, с которыми я встречалась в этих городках, они говорят только об одном – как отсюда уехать. Все ищут средства передвижения. Ну, понятно, там бабушка-еврейка – это и в советское время было средство передвижения, но сейчас ищут дедушку-поляка, ищут дедушку-латыша или там бабушку и так далее. То есть все заняты тем, что сидят в архивах и смотрят, нет ли кого-нибудь, не затесался ли кто-то. И вот эти 30-40-летние, которые учились, которые шли на всякие курсы, повышали свою квалификацию, там мне один рассказывал, я там пошел, я учился, я специально поступил на работу туда, чтобы только выучиться этой работе. Я понимал, что дальше я пойду сюда. То есть они совершенно другое поколение, чем мы с вами. Понимаете? И они были готовы работать здесь. И они в хорошем смысле патриоты своей страны. И они хотели, чтобы их дети росли здесь. И поэтому они готовы были вкладываться в эту страну. И сейчас абсолютно поголовно, ну просто 99% говорят о том, как отсюда уехать на любых условиях, куда угодно, только чтобы не расти здесь детей. И вот это все у меня вызывает, вы знаете, просто, я все время трясу головой, думаю, ради чего? Спасибо. Ради власти. Это первый раз произошло 105 лет назад, когда Ленин и его банда взяли власть и начали геноцид русского населения. И это настоящий геноцид, то, что происходило, особенно в отношении интеллигенции, но и не только интеллигенции. Вадим Владимирович подхватил это знамя и решил еще более ударными темпами уничтожать свой народ. И я надеюсь все-таки, что народ не даст ему себя уничтожить. Далеко не все хотят уехать, далеко не все могут уехать. И это так не бывает, но и так и жить тоже нельзя. А это самый настоящий геноцид, то, что происходит по отношению к своему народу, особенно к лучшей его части, образованной, культурной, так нужной Российской Федерации для того, чтобы быть в мире хоть кем-то, хоть чем-то. Спасибо вам большое. Это был Леонид Невзин, и мы с ним обсуждали итоги недели. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...